Всем привет! Да, я сегодня немножко в необычном образе, но у меня такое сегодня настроение зимнее махито. Кто понимает, тот понимает. Ребята, я настоятельно рекомендую вам взять горячий чай, горячий кофе, горячий шоколад, все бы, что бы у вас не было горячее, или как минимум горячая любовь, потому что сегодня у нас с вами официальный старт сезона распаковок адвент календарей. В том году я распаковывала их в огромном количестве, позапрошлом году я их распаковывала в огромном количестве, и в этом году я также планирую распаковывать их в огромное количество. Ладно, я больше не буду пафосной, просто я смотрю на себя и себя не узнаю, и я решила быть немножко манерной. Блэ, нафиг это все. Короче, я заказала календарь Адвент от Революшн, и все бы с этим календарем было бы хорошо, если бы не заказывала я бы его с Азона, по-немецкой, белая-ятая, мягкий знак, расценки. Знаете, сколько мне обошелся этот Адвент календарь? А я сейчас вам скажу, у меня же на Азоне покупка есть. Вот этот вот Адвент календарь обошелся мне в 14 850 рублей. Чтобы вы понимали, нормальному человеку он обойдется, наверное, раза два дешевле. С одной стороны, с другой стороны, эта штука приехала мне напрямую из Германии, тут даже все написано на немецком. 24 плюс 1 гешнекия. Я знаю, что сказала неправильно. Это как бы то, про то, какой я дурак. А теперь мы посмотрим на то, какой за, блин, эти бешеные деньги я получила в Гешнеке. Ну, просто, ну, вы, думаю, сам видите, он пришел весьмятый, покорябанный, везде царапины. И не то, чтобы я хотела так оплатить в Адвент календаря, просто, ну, и Мэджин обычно такие вещи в подарок дают. И, знаете, если бы я это покупала не на обзор, а, например, для моей подруги, мне пришла бы вся мятая коробка, я была бы очень зла. Я напоминаю, что заплатила я за это 14 хренов тысяч рублей. Ладно, я не буду бубнить, давайте открывать наш фэнси календарь. Ни стыда, ни жалости рвем. Конечно же, у нас здесь встречает спойлер, не знаю, хорошо это или плохо. В целом, наверное, лучше было бы, если он был на спине. Вот если вот так вот видите, тут еще внутри все коробки, которые... Они тоже пришли примятые! Я недовольна. Этим фактом очень. Но, вроде как, этот календарь считается классным и топовым, поэтому вся моя надежда на то, что потрясающие пусики меня порадуют. Ищем номер один. Как говорится, Айнс. Мы находим номер Айнс. Номер Драя упал. Номер Драя еще рано падает. Сиди. Номер Айнс встречает нас вот в таком вот потрясающем виде. Это полностью упакованная коробочка. Здесь, кроме лаконичной единички, ничего нет, это не отвлекает. Этому я ставлю плюсик. Теперь открываем. И первым декабрьским днем нас встречает вот такая вот помада от Revolution. Это, I guess, полноразмерка, потому что выглядит буквально как полноразмерка. И вы знаете, что я хочу вам сказать? Это офигенный цвет. Вот не иронично, ну, ладно, нет, сейчас у меня не такой цвет на губах, но практически всегда я пользуюсь оттенками такого плана, и мне он до черти нравится. Если там все остальное будет такое же классное, я буду счастлива. Вообще, знаете что? Я не смотрела обзоры других блогеров, я не читала спойлеры, потому что мне интересно было получить это именно как развлечение. Поэтому, вот, я развлекаюсь помадой. Помаде ставлю лайк. Так, у нас еще есть в календаре цифра под номером 2. На немецком языке 2. Это цвай. Прости меня, мама, что такой бесполезный у тебя ребенок. И под номером цвай у нас вот такая микроштука. Непонятно, что это такое, но мы узнаем, что это такое, и... А если это вещь для бровей? Да, ребят, это вещь для бровей. Оно фиксирует. В целом фиксирует хорошо. Лайк. Знаете, мы, если учитываем тот факт, что вот такой вот штуки для бровей хватит, ну, на очень долго, я даже не знаю, ну, мне, наверное, хватит на года пол, а то даже и больше, то я считаю, что это здорово. Это не миниатюра, это travel size, очевидно, потому что миниатюрки, знаете, они вот такие вот, ну, они как типа а-ля тестеры идут, а travel size это то, что буквально мини-версия полноценного продукта. Поэтому ставим класс. И дальше у нас с вами идет номер 3, где бы он был, ага, а он вот здесь, от меня ты не прячешься. Номер 3. Ммм, это у нас, сейчас, подожди, я пойму, это тени, да, у нас вот такие вот жидкие тени для век. Почему-то на камере они кажутся, знаете, такие розовые, хотя в жизни они больше в такой, знаете, в медно-бордовый цвет, очень на самом деле красивый, даже хочется сейчас их куда-нибудь чманкнуть. Например, сюда, как красиво, вау, я очень довольна. После моего негативного опыта с Revolution, с их братской лаборацией, которыми абсолютно не понравилось, если что, у меня есть обзор на канале, по качеству этой косметики еще пока ничего не скажу, но, знаете, как подарок, считаю, все еще очень здорово. Номер 4. И снова нас встречает вот в такой вот коробочке, теперь коробочка у нас в мраморной отделке, выглядит real fancy. И внутри у нас еще одна помада. И, кстати говоря, опять-таки, хорошего, приятного красного-оранжевого цвета. Это не вот такой вот, простите, было ядысокий, красный, как у меня на ногтях, мне он нравится, но просто он, as fact, так воспринимается. Это же благородный такой, даже не вишневый, господи, как этот цвет можно описать. Он какой-то, знаете, цвет красного а-ля дерева, камера, я еще раз говорила, немножко цвета не передает, к сожалению, но он прям очень фэнси. И вот такой цвет мне так же, как и вот этот, очень нравится. Цвет в Glossy у нас больше в розовинку, этот же более в красный. Но они оба потрясающие, и это не просто какие-нибудь, знаете, нюдовые помады, которые никому не идут такого светло-бежевого цвета. Ну, не то, чтобы никому, но мало кто им пользуется, объективно. Или же, наоборот, помады ядрено-красные, вот, а.к. здесь. Довольно, довольно, честно, и вот прям не прикопаешься. Ребята, хочу поделиться с вами оригинальным брендом, нишевым парфюмерией Эквивалент. Миссия компании сделала так, чтобы духи для девушки были как вода, и она могла позволить себе купить их в любой момент, под любой наряд и под любое настроение. И философия бренда здесь очень простая, ничего не должно отвлекать от главного, ничего лишнего, только фокус на ароматы. Поэтому Эквивалент использует максимально простые, лаконичные, стильные флаконы. Дизайн всех линейк выполнен в черно-белой гамме, а ароматы вместо высокопарных названий обозначены порядком номерами. Офигенные просто духи. Дальше у нас с вами номер 5. Открываем. Здесь у нас также с вами расцветка под мрамор. Ой, так странно. Такая огромная коробочка, а внутри был карандаш. Для чего этот карандаш? Сейчас мы с вами узнаем. Давай, что такое? Почему ты не откроешься? Ага, это карандаш, очевидно, для глаз. Классический черный, как каял. В принципе, ну, карандаш как карандаш. Это считается, опять-таки, travel формат. Но я не знаю, у вас вообще хотя бы один карандаш за всю жизнь не зарасходовался для губ или, например, для глаз. Потому что у меня они никогда не расходовались. Поэтому даже такого формата, мне кажется, до момента моей кончины, даже если она будет не внезапная, а от прожитых лет, его, мне кажется, хватит. Кто хочет наследство в виде вот этого черного карандаша? 6. Притаился. Что это? О, ой, интересно. Фу, воняет. В номер 6 был вот такой вот спонж. И знаете, по ощущениям он достаточно мягкий и приятный. Но вот по запаху, это даже не запах жены резины. Это запах какой-то очень странный. Я не могу понять, что мне, например, этот запах. Он вообще, знаете, имеет вайбы чего-то от машины. То есть он как будто бы пахнет не бензином, а скорее даже дизелем. А очень странный запах. Честно говоря, я бы такой спонж помыла раз в 50, прежде чем наносить его на лицо, потому что запах, честно, крайне химозный. Даже с Алика такой странный запах никогда не приходит. Возможно, он в целом небезопасный и воняет предупредительно. Как быть в этой ситуации, я не знаю. Доверимся нашей интуиции, я доверилась моей интуиции и не буду его использовать. Номер 7. Кстати, отдельно хочу сказать, что пока мне этот календарь реально нравится всем. Тут не было ни одной вещи, которая бы меня смутила. Но не считая запаха спонжа, я, правда, это не буду рассчитывать как минус. Мне нравится то, что упаковки очень легко открываются. А вот и она. Та самая классически красная помада, о которой я говорила только что. Вот она абсолютно в цвет моих ногтей. Вы знаете, как я назвала этот цвет. Я скажу так. Вообще, красная помада вещь, безусловно, необходимая. Но давайте с вами вспомним, что мы всегда с вами получаем в подарочных, любых наборах. Это или самая базовая нюд помада, или вот реально вот такая вот классическая красная, беспроигрышный вариант помада. Почему я считаю, что это одноровненный и плюс, и минус? Если у вас еще нет красной помады, это плюс. Но, скорее всего, у вас красная помада уже есть оттуда или отсюда. Поэтому очень здорово то, что они действительно положили не только самый базовый цвет, самый универсальный, но также и достаточно необычный, который, может быть, кто-то просто так бы не рискнул купить. Но так как кому-то попадается в один календарь, он это попробует и, возможно, влюбится. Потому что, честно, вот такой цвет гораздо-гораздо лучше в миллион раз, чем, ну, красный. Чисто на мой вкус. Не более того, я надеюсь, все понимают, что это субъективно, но все еще я за такой цвет голосую. 8. Кстати, какая цифра у вас самая-самая любимая? Кто, может быть, помнит, какая любимая цифра у меня? Упаковочка выглядит уже иначе. Здесь звездное небо. Очень жаль ее разрывать. Но мы оборвем! Честно, ничего не скажу про эти тени, потому что они на любителя. Мне отсюда не нравится ни один цвет, но это не значит, что от этого полетка теней становится плохой. Уверена, что кто-то эти цвета совершенно точно оценит, потому что они нормальные. Один матовый, два шиверных и один как будто бы с глиттерами. В целом, выглядит приятно. И вот такая отменятюрка теней тоже очень фэнси. Дальше в нашей программе номер 9. Кстати, коробочка пустеет, но, тем не менее, она просто огромная. Кстати, если бы вам подарили адвент-календарь, вы бы его распаковали сразу или бы вы реально сидели, знаете, вот как в детстве по одной кнопочке бы открывали, по одной коробочке. Я сразу открываю, я не могу удержаться. И тем временем номер 9. Это румяна. И опять-таки, вы знаете, я очень радуюсь их цвету, потому что это красно-кирпичево-кирпично-персиковый румяна. Очень-очень приятные. Ими я определенно буду пользоваться, потому что 100% мой цвет. Уже десятый номер, боже! И он снова в мраморе. Наконец-то, относительно бесполезная вещь, уровень детский календарь. Хотя, знаете, это вот та самая история, когда ты попендривался прежде времени, а вещь оказалась не такой уж и плохой. Ладно, я беру свои слова назад. Меня не оплатили за это, хотя могли бы. Революшн, вы знаете, где мне найти? Найдите меня уже. Блин, хорошая вещь. Честно, не иронично, я всем довольна. Номер 11. Это же первый обзор. А у нас их еще будет целая куча. Я же потом все календари буду с тобой сравнивать. И далее у нас снова карандашик. Что на этот раз? На этот раз карандаш коричневый. Понимаете, да, что это обзор обычного чела? Вот. Как если бы, например, вы бы открывали тот этот календарь. Потому что для меня это такая же магия. Следующий номер, номер 12. В номере 12 обычная черная коробочка. Мне нравится, потому что они достаточно лаконичные. И тут... Консилер? Праймер для теней! Это праймер для теней. Я не знаю, как комментировать. Этот календарь становится все лучше и лучше. Знаете, если бы я собирала свой адвент календарь, я бы сделала его таким же, потому что здесь учли вообще все. Пока что здесь нет ни одной бесполезной вещи. Абсолютно. От слова вообще. Номер 13. У кого номер 13 был любимым числом? Давайте, ребят, посмотрим, что в номер 13. Что это? Проверка на вашу визажную сметалку. Что это такое? У вас есть 5, 4, 3, 2, 1... Я перепутал пальцы. Секунд. Чтобы написать. Так вот, вот эта штука используется для того, чтобы выходить за контур губ. Это специальный воск. И когда он застывает, на него наносишь карандашик или помаду, и не видно вот этой вот границы. Дальше у нас с вами номер 14. Опять-таки коробочка. Интересно, что в этот раз будет. Мне кажется, здесь будет снова румяна. А возможно, кстати, будет хайлайтер. У нас не было хайлайтера еще. Но после штуки для губ не знаю, чего ожидать. Скульптуринг. Конечно же. На камере кажется каплю более желтой, чем в жизни. В жизни же он абсолютно идеальный. Вот этот вот цвет, который тени. Он не слишком серый. Он не слишком коричневый. Он воняет. Он воняет. Ребят, у меня, честно, настроение купить еще таких календарей просто на подарки. И под номером 15 у нас с вами еще одни глиттерные тени. И они выглядят прям как будто вот тут зеркало, видите, которое отражается. Очень классный эффект. Не знаю, насколько они будут носки, насколько они мне подойдут. Потому что обычно я сейчас не пользуюсь такими штуками. Но опять-таки это шикарная вещь. Следующим номером у нас с вами вот такой вот блеск для губ. Это абсолютно не мой цвет. Я такие не использую. Они мне не идут. Но я прекрасно знаю, что на такой цвет есть достаточно много любителей. А теперь мой любимый номер. Номер 17. Я не знаю, что в номере 17 такой формы у нас еще не было. Надеюсь, здесь будет не хлам, а то будет немножко обидно. Это что? Блин, ребят, по-моему, тут хлам. Это кисть. В этом иду, в этом календаре еще маленькие кисти. Значит, смотрите, здесь кисть, которую я лично использую для прорисовки бровей. Я знаю, что такими кистями обычно еще рисуют там стрелки растушеванные, какие-то такие вот детали делают. Я ими рисую брови. Это не просто, знаете, такая вот хламная кисть, которая обычно еще в палетке там теней, да, вот кладутся эти вот бесполезные. Это реально рабочая кисть. У нее неплохой ворс, она достаточно плотно набита. То есть, ну, я не знаю, что если сказать. Вау. Господи, сейчас обязательно будут писать, что это рекламный обзор, хотя... Не говорю рекламу, мне правда все нравится. Это удивительно, я знаю. Номер 18. Ага, под номером 18 у нас с вами повтор вот такого вот блеска. На этот раз в розовом цвете. Ну, знаете, если бы я не протестировала просто прикол ради вот этого вот прозрачного белого блеска, я бы сказала, что это больше похоже на набор для детской косметики. Потому что чисто в детской косметике, когда вы ее открываете, если вы видели, там всегда есть обязательно розовинка и обязательно вот такая вот серебристая штука. Но, естественно, в детской косметике они просто ужасные по своему качеству. Здесь я уже поняла, что с ними все потрясающе, поэтому абсолютно рабочая схема. Хоть и упаковка, конечно, не очень. Но, знаете, не к этому мы будем с вами прикапываться. Номер 19. И в номере 19 был хайлайтер, ребята. Золотистый, цвета розовый шампань. Просто потрясающе. Я не знаю, кто придумал это, но выглядит просто супер. Ща мы с вами хайлайтер протестируем сразу. Будем мы его тестировать прямо вот здесь. И, о боже мой. Мне хочется, чтобы мне положили какой-нибудь отстойный продукт. Моя просто душа, которая всегда все очень люто критикует, она хочет критиковать. Так, посмотрите на невероятный блик. Ладно, сюда я тоже нанесу. Что думаете, я не нанесу? Революшн реально такая хорошая косметика? И это у нас с вами тоже 100% будет сейчас кисточка. Так, ну на этот раз кисточка, честно говоря, это вот то, о чем я говорила. Из категории достаточно бесполезная. Но я прощу этой кисточке ее существование. В целом, так как здесь просто невероятно крутое наполнение. Даже такая кисточка, которая, если была бы единственная, наверное, я бы сказала, что ерунда. Я ставлю ей все еще лайк. Дальше номер 21. Кстати, интересно, будут еще кисти или вот это вот все? И на этот раз у нас с вами контурный карандаш для губ красного, такого кирпичного, достаточно темного, плотного оттенка. Далее номер 22. И постепенно с вами приступаем к самому интересному. О, походу еще одна кисть. И да, это снова кисть. Вот эта кисть мне вообще непонятна, потому что слишком маленькая для пудры. Для румян тоже не самая удобная форма. Но максимум, что я могу наносить какой-нибудь хайлайтер куда-нибудь на тело, хотя я не уверена. Но вот это, наверное, единственный продукт, который я реально считаю достаточно слабым. Вот, непонятный выбор, честно говоря, кисти. Можно было бы положить кисть или под водки, или реально сделать более вот такой вот формы, чтобы это была кисть-хайлайтер. Короче говоря, вот эта кисточка, правда, ни о чем. Но если она была бы полноразмерная, то она была бы, наверное, хорошая. Потому что буквально для пудры я пользуюсь такого формата кистью, но здесь она слишком маленькая. Ладно, 23 номер, ребят. Вот мне очень интересно, что здесь, без понятия вообще. Что это? Значок. А, зеркальце. Ну, да. Just зеркальце. Не знаю, что сказать. Можете посмотреть на себя, вы сейчас выглядите. Я не знаю, как вы думаете, что вы выглядите. Но для меня вы сейчас выглядите вот так. Вот. Странно, что это было в 24 номере, логичнее. В 23 номере было бы логично положить ближе к началу, потому что, ну, объективно, такое зеркало не самое удобное, оно непонятное. Ну, типа, ладно, хорошо, что оно есть, но, честно говоря, без него кушек тоже не было. Что ж, открываем номерок 24. Снова кисть. Боже, сколько кистей. Как здорово. Надеюсь, это будет хорошая кисть, а не бесполезная. А то обидно, 24 номер. И это... А! Ну, формально это кисть, конечно, для тона должна быть. Ну, или, в крайнем случае, для консилера. Но обычно консилер наносит или пальцами, или уже из туба. То есть, редко кто пользуется такой кистью для нанесения консилера. Поэтому, ну, в целом, на самом деле, все-таки бесполезный продукт. Потому что я вот даже не знаю, как его можно успешно адаптировать. Для того, чтобы наносить тени, если у вас не суперогромное веко, вам он не подойдет. Вот, для того, чтобы наносить какие-то такие текстуры. Она вам тоже не подойдет, она просто будет растирать. Для нанесения тона, собственно, потому что эта форма предполагает именно тон нанесения, тоже маловато. Ладно, 24 номер в целом, как и 23, видимо, уже, знаете, вот на что хватило, бюджета, что было, то и положили. А теперь финальный аккорд. Number 25. Палетка. Синий, очевидно, потому что, ну, ничего другого не могли положить. Пожалуйста, я сейчас на него, честно, не смотрю, где передница. Айгес, вот эта передница. Пожалуйста, скажите, что тени не разбились, потому что коровка пришла в ужасном состоянии. Они разбились, да? Фух, они не разбились, слава богу, они не разбились, потому что я видела, вот это подумала, что они разбитые. Нет, все хорошо с этими тенями. Выглядит абсолютно потрясающе. Огромное количество розовой, коричневой такой благородной гаммы. Мне такие тени, ну, сейчас я им не пользуюсь, но в целом цвета очень приятные. И раньше, когда я их использовала, считаю, что это очень хорошая комбинация. Тут есть как базовые тени, кстати, с неплохой пигментацией, посмотрите, очень неплохо. Так, есть тени, которые мы можем использовать, всякие там уголки для затемнения. Очень здорово. Есть матовые, есть шиммерные, есть прям с блестяшечкой. Они даже по текстуре по своей такие прям, знаете, типа шершавые. И, ну, да, достаточно фэнси. Черт, у меня тут лампы сильно лупят. Короче, ну, остается вам поверить на слово, что их видно. Ай-яй-яй. Ребят, хочу сказать, что я считаю, что сезон адвент календарей, на удивление, начался прямо-таки очень круто. Поэтому я ставлю этому календарю лайк. Напишите, какие календари еще проверить. И обязательно смотрите прошлые видео. Я вас очень люблю. Очень сильно целую. И пока-пока, мои сладкие. Пока-пока.